О смерти В такие времена все чувствуют и предчувствуют наступление своего конца, и потому невольно возвращаются воображением и мыслью к проблеме смерти. При этом человек чувствует себя смущенным и подавленным, потому что он не знает, что же такое смерть на самом деле, и еще потому, что никто из нас не может примириться со своей смертью и включить ее в свою жизнь. Такие времена обычно называются тяжкими и страшными, а в действительности это времена духовного испытания и обновления, суровые, но благотворные времена Божьего посещения. Видишь ли, у меня всегда было такое ощущение, что в смерти есть нечто благостное, прощающее и исцеляющее. И вот почему. Стоит мне только подумать о том, что вот эта моя земная особа, во всех отношениях несовершенная, наследственно обремененная, вечно болезненная, а в сущности неудавшаяся ни природе, ни родителям, сделалась бы бессмертную, и меня охватывает подлинный ужас. Какая жалкая картина, самодовольная ограниченность, которая собирается не умирать, а заполнить собою все времена. Несовершенство, которое не подлежит ни исправлению, ни угошению. Бесконечный огрех, вечный недотепа. Что-то вроде фальшивого аккорда, который будет звучать всегда, или несмываемое пятно земли и неба. Вижу эту приговоренную к неумиранию телесную и душевную ошибку природы в виде моей особой и думаю, а ведь законы природы будут действовать с прежней неумолимостью. Я буду становиться все старше и, наверное, все немощнее, все беспомощнее, страшнее и тупее, и так без конца. Какая претензия и какое несчастье! После этих видений я просыпаюсь как от тяжелого сна к благословенной действительности, к реально ожидающей меня смерти. Как хорошо, что она придет и поставит свою грань! Как это прекрасно, что она прекратит мою земную дисгармонию! Значит, эта мировая ошибка, носящая мое земное имя, может быть погашена или исправлена, а смерть придет как избавительница и исцелительница. Милостиво укроет меня своим покровом, даст мне прощение и отпуск, откроет мне новые, лучшие возможности, а я приму от нее свободу и, ободренный ею, начну восхождение к высшей гармонии. И вот это ожидание и эта уверенность даруют всей моей жизни меру и форму. Слава Богу! Все мое земное, страстное кипение — это бесконечная борьба с самим собою, с моими противниками и со слепым безразличием человеческой толпы. Это борьба, в которой я от времени до времени изнемогаю, доходя до муки и отчаяния. Все это не будет длиться вечно, не заполнит все Божьи времена. Не вечно придется мне заживлять те раны, которые происходят от встречи моей немощи с непомерными заданиями жизни и мира. Придет час, и отрешит вола от плуга на последней борозде. Пушкин. Безмерная длительность отпадает, и моя жизнь получает меру срока, меру долга, меру напряжения, меру плена и меру томления. Как это благостно! Моя жизнь приобретает форму, форму свершающего конца. Я знаю, я твердо знаю, что придет избавление, что откроется освобождающий исход и что мне надо к нему готовиться. И вот главное, мне надо постараться, чтобы мой земной конец стал не обрывом, а завершением всей моей жизни. Все цели мои, все мои труды и творческие напряжения должны вести к этому завершению. Правда, я не знаю, когда и как наступит этот конец. Но и это благо, ибо это понуждает меня быть всегда готовым ко всему, к отозванию и уходу. Одно ясно, меряя человеческой меры, надо признать, что срок не слишком далек, и что мне нельзя терять времени, нельзя откладывать того, что должно быть сделано. Но зато есть много такого, что надо совсем отменить, устранить с дороги. Время мое ограничено, и никто не знает, каким сроком. А когда осмотришься, то видишь, что неизмеримое, чудесное богатство мира, природы, человеческого общения и культуры, все эти возможности созерцания и радости, все эти поводы духовного восприятия и духовной отдачи, все эти творческие зовы и задания, все это неисчерпаемо, ответственно, притрудно и обязывающе. Таким образом, смерть становится для меня оформляющим и осмысливающим началом жизни, не то призывом, не то советом. Как если бы старший друг, любящий и заботливый, сказал мне, знаешь, что жизнь-то ведь коротка, а прекрасным возможностям в любви, в служении, в созерцании, созидании нет числа. Не лучше ли оставить без внимания все пошлое, жалкое и ничтожное, и выбрать себе лучшее, подлинно лучшее, на самом деле прекрасное, чтобы не утратить божественных красот мира и жизни. Идея смерти как бы открывает мне глаза и вызывает во мне какой-то неутолимый голод, жажду истинного качества, волю к божественным содержаниям, решение выбирать и отбирать, верно, не ошибаясь и не обманываясь. Я постепенно учусь различать, что действительно хорошо и прекрасно перед лицом Божиим, и что мне только кажется хорошим, а на самом деле лишь соблазняет, прельщает и разочаровывает. И проходя этот жизненный искус, я все более и более убеждаюсь, что в жизни есть многое множество содержаний, занятий, интересов, которыми не стоит жить или которые не стоят жизни. И напротив, есть такие, которые раскрывают и осуществляют истинный смысл жизни. А смерть дает мне для всех этих развлечений и познаний верный масштаб истинный критерий. Мне думается, что все мы уже переживали и еще переживем не раз нечто подобное. Когда близится смерть или когда по крайней мере тень смерти осеняет нас, то все содержания и ценности жизни как-то вдруг словно сами по себе переоцениваются. Все то, что в тусклой повседневности во время безопасного прозябания казалось нам стершимся безразличным, почти обесценившимся, вдруг раскрывает свои различия, показывает свое настоящее качество и находит свое верное место и истинный ранг. Око смерти глядит просто и строго, и не все в жизни выдерживает ее пристального взгляда. Все, что пошло, тотчас же обнаруживает свое ничтожество, наподобие того, как листы бумаги охвачены огнем, вдруг вспыхивают ярким пламенем и сейчас же чернеют, распадаются и истлевают в пепел. Так что впоследствии даже не верится, что этот прах и тлен мог представляться важным и ценным. Но зато все истина, ценная, значительная и священная утверждается перед лицом смерти, победоносно выходят из огненного испытания и является в своем истинном сиянии и величии. Первое изобличается и разоблачается, второе оправдывается и подлинно освещается. И не то, чтобы мы сами это производили. Нет, это огненное испытание идет от смерти и осуществляется ее близким дыханием. Бывают в человеческой жизни такие дни и минуты, когда человек внезапно видит смерть перед собой. Ужасные минуты, благословенные дни. Тогда смерть, как некий Божий посол, судит нашу жизнь, и вся наша жизнь проносится перед нашим духовным взором, как на молниеносном параде. И все, что в ней было верного и благого, все, чем на самом деле стоит жить, все утверждается как подлинная реальность, все возносится в сияние, а все, что было мелко, ложно и пошло, все сокрушается и посрамляется. И тогда человек проклинает всю эту ложь и пошлость и судит себя, как растратчика сил и глупого мота. Зато как он радуется всему верному и подлинному, и сам не понимает, как это он мог жить доселе чем-нибудь иным. Он слышит, как в глубине его души все упущенное стонет и молит о восстановлении, и сам начинает мечтать о том, чтобы прошлая жизнь считалась прожитую начерно. И чтобы была дана ему возможность прожить новую жизнь уже набило. Мгновенно родятся планы новой чудной жизни, и тут же беззвучно произносятся клятвы верности ей, а к Богу восходят молитвы о даровании новых сроков и новых возможностей. А когда опасность смерти проносится и вновь наступает тишина и спокойствия, тогда человек видит, что вся его жизнь была как бы разобрана и провеяна, и делает один из значительнейших выводов своей жизни. Не все, чем мы живем, стоит того, чтобы мы отдавали ему свою жизнь. только те жизненные содержания и акты полноценны, которые не боятся смерти и ее приближения, которые могут оправдаться и утвердиться перед ее лицом. Все, что стоит нашего выбора и предпочтения, нашей любви и служения, даже в прессмертный час, все прекрасно и достойно. За что можно и отдать жизнь, то и надо любить, тому и надо слушать. Жить стоит только тем, за что стоит бороться насмерть и умереть. Все остальное малоценно или ничтожно. Все, что не стоит смерти, не стоит и жизни, ибо смерть есть пробный камень, великая мерила и страшный судья. Вот как я созерцаю смерть, мой дорогой друг. Смерть не только благостна, она не только выручает нас из земной юдоли и снимает с нас непомерность мирового бремени, она не только дарует нам жизненную форму и требует от нас художественного завершения, она есть еще некая таинственная, от Бога нам данная мера всех вещей или всех человеческих дел, она нужна нам не только как узорешительница или как великая дверь для последнего ухода, она нужна нам прежде всего в самой жизни и для самой жизни. Ее облачная тень дается нам не для того, чтобы лишить нас света и радости или чтобы погасить в нашей душе охоту жить и вкус к жизни. Напротив, смерть воспитывает в нас этот вкус к жизни, сосредоточивая и облагораживая его. Жить божественным на земле пока еще длится наша недолгая жизнь. Тень смерти учит нас жить светом. Дыхание смерти как бы шепчет нам опомнитесь, одумайтесь и живите в смертности бессмертным. Ее приближение делает наши слабые близорукие глаза зрячими и дальнозоркими. А ее окончательный приход освобождает нас от бремени естества и от телесной индивидуации. Позволительно ли нам проклинать ее за все это и считать ее началом зла и мрака? Я понимаю, что ее окончательность и непоправимость, ее таинственность и загадочность могут внушать людям трепет. Но ведь поток жизни, в котором мы все пребываем, несет нам ежеминутно ту же непоправимость, ту же таинственность и непостигаемую сложность. Ведь каждый миг нашего земного пути невозвратим и, отгорая, уносится в какую-то пропасть. и эта бездна прошлого и надвигающаяся на нас бездна будущего не менее страшны, чем миг предстоящей нам смерти. Жизнь не менее таинственна, чем смерть, только мы закрываем себе глаза на это и привыкаем не видеть. А смерть, если ее верно увидеть и понять, есть не что иное, как особый и величественный акт личной жизни. И тому, кто ее верно увидит и постигнет, она откроется как новый друг, бережный, верный и мудрый.